Еще совсем недавно жители поселка Шпалозавод радовались как дети. Спустя почти полвека здесь стали проводить газ. Подключение домохозяйств к основной нитке взяла на себя компания «Зеленый сад» и вроде бы жизнь начала налаживаться. В данный момент совместно с Горгазом, совместно с администрацией разработана дорожная карта по газификации данного района. На сегодняшний момент этап номер один – это заполнение подземного газопровода и врезка в некоторую часть домов по поселку Шпалозавод. Но радовались местные недолго. Уже спустя неделю мечта жителей Шпалозавода оказалась под угрозой. Вмешались так называемые градозащитники. Сейчас все работы встали. Возмущенные люди вышли на пикет. Это какое-то самодурство, наверное. Просто вот жители уже настолько были рады, когда вот у меня все, вот даже повесили счетчик газовый на стене, все ехали, фотографировали, все радовались, что понимая, что летом работы будут идти еще больше. А теперь вот опять людям приходится собираться, встречаться, чтобы отставить опять то, что нам как бы обещала. Даже Елена Борисовна сказала, что будем жить хорошо. Раз жили плохо, начнем хорошо. Ирина Майорова говорит о ноябрьских общественных слушаниях, где глава администрации Рязани Елена Сорокина выступила с заявлением, что действующим градостроительным документом, включая нормам права о зонах охраны памятников и ландшафтов, проект строительства не противоречит. В последнее время сама при поддержке специалистов, признанных экспертов, разбиралась в вопросах охранных зон в городе и возможного строительства на территории бывшего шпалозавода, а также тех проектов, которые с этим связаны. Это большой, серьезный вопрос. Его чувствительность, я бы даже сказала, болезненность, я особенно ощутила в ходе своих встреч. Позиция жителей, подтвержденная во время встреч в поселках шпалозавода и Борок, проекту быть. Проект надо реализовывать. Но кое-кому такая постановка вопроса не очень понравилась. Того, кто сегодня им, как говорят жители шпалозавода, треплет нервы, они конкретизировали на своих плакатах. Оказывается, этот активист с местными жителями даже не встречался. И вот теперь они очень хотят посмотреть ему в глаза. Люди уже готовы к переменам. И вдруг вот такой. Почему? Вот интересно. Какие мотивации вообще? Ну да, он бы приехал, бы с нами поговорил. Реально задал нам мотивации. Мы ему задали бы вопрос. Когда он от нас отстанет, в конце концов? От нашего поселка. И что надо? Вот именно что? От поселка надо? Почему такой интерес проявился к поселку вдруг? Никому не нужны были, и тут проявился интерес. Бороться за свою мечту, исполнение которой спустя 50 лет замаячило на горизонте, местные активисты намерены в том числе и через правоохранительные органы, Следственный комитет и прокуратуру. Обращения уже составлены. Субтитры создавал DimaTorzok